Приветствую вас, и, во-первых, то, с чего вам следует начать, это с того, чтобы понять, что учитель, учитель, значит, в действительности спрашивал, что у ребенка не о том, хочет ли тот быть двоечником, а в действительности он спрашивал его о том, значит, будет ли тот его слушать на самом деле. Вопрос звучал так, будешь ли ты меня слушать, будешь ли ты ослушать. И тут, конечно, есть множество вариантов, например, может быть, учитель имел в виду совсем другое. Да? То есть, может быть, учитель в действительности хотел ребенка замотивировать. Но неизвестно. Но в любом случае у него это, мягко говоря, не получилось. Он, наоборот, демотивировал ребенка сейчас. Может быть, это было связано и с тем, что он это делал на, так скажем, в главах у других учеников, что для ребенка, в общем-то, тоже могло быть весьма болезненно. Значит, первое, что нужно сделать, это определить, что ребенок понял из слов учителя. Это вот, пожалуй, наверное, самое такое главное. Что ребенок понял из слов учителя. Вообще, что он понял. Потому что, скорее всего, скорее всего, и я думаю, что ребенок, он это подтвердит. Учитель имел в виду совсем другое. Просто нужно об этом с ребенком поговорить. И после этого, после того, как вы поговорите с ребенком об этом, уже будет гораздо легче и понятнее вам. Самой, что происходит вообще, что вообще происходит с вашим ребенком. Вот. Это, значит, первое. Второе. Ребенку нужно постараться донести то, что именно хотел учитель и почему. То есть, ребенку важно объяснить понимание вот этой вот транзакции, которую допустил учитель. Естественно, использовать вашу авторитет. То, что вам ребенок доверяет, например, если он доверяет вам действительно. Вот. Использовать это для того, чтобы помочь ему преодолеть тот самый запрет. Вот. А запрет у нас, собственно говоря, какой? Какой здесь может быть запрет? Запрет, да? Какой? Запрет здесь может быть... И не может быть даже запрет такой, что ты не можешь быть хорошим, не можешь быть не двоечником, а, значит, пятерочником, например. Да? Да? И, соответственно, ребенку нужно это постараться так же донести. что этот дядя, он, ну, например, ну, например, не хотел, да, чтобы, допустим, ты был двоечником. Ну, например, например, этот дядя хотел, чтобы у тебя, допустим, все было хорошо, хорошо. Ну, дядя, там, неправильно выразился или был на эмоциях или что-то еще. Вот. Такая, такая одна история. Вот. Обязательно нужно поговорить с учительом. Обязательно нужно донести до него, как ребенок понял то, что он ему сказал. Да? Вот. Чтобы, чтобы учитель в дальнейшем сделал себя, ну, скажем так, более корректно. Да? Вот. И разговаривайте с ребенком, разговаривайте с ним. Чем больше вы будете разговаривать с ним, тем больше вы будете обсуждать с ним вот то, что произошло, тем будет лучше для вас и лучше для ребенка. То есть, если вы разъясните ему, что иногда люди говорят в образовательстве, иногда люди говорят, что вот такие люди, у которых есть проблемы, да? Они говорят такие вещи, то есть, как бы, нормально они говорят одно, а в действительности они говорят совсем другое. Ну. И бывает сложно понять. Вот этот учитель, да, он, как бы, говорит одно, а в действительности думает, говорит другое. Вот. По-моему, это просто обидит ребенку, что дело не в нем, не в ребенке. По-моему, это просто обидит ребенку, что учитель не хочет того, чтобы ребенок учился на двойке. А учитель, ну, скорее всего, хочет просто того, чтобы его, например, мы больше слушали, чтобы ему больше, там, ну, его больше ценили и так далее, и так далее. Вот. То есть, вот именно этого хочет учитель на самом деле. И если вы сможете донести это до ребенка, чего на самом деле хочет учитель, то я полагаю, что ребенок больше не будет говорить о двойке. Вот. Он досчитает, что ему нужно быть до учителя, это для него авторитет сейчас. Вот. И он думает, что все, что он говорит, учитель, это все правда. А в действительности это не так. Ну, вот с ребенком разговаривает, 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 разговаривает. И говорит о том, что, как бы, учитель в этот момент обращался не к нему. Также очень важно понять, почему ребенок расстроен. Расстроен. То есть, вот, почему он расстроен. Что его расстроило? Ну, он сказал, учител, что хочет быть двойник. Ну, и что? Почему это расстроило вашего ребенка? Почему ребенок ориентирован на оценки, на, я не знаю, одобрение какое-то, может быть, допустим, на одобрение, может быть, со стороны общества, со стороны людей, со стороны взрослых, вероятно. Это позволяет говорить о его возможном, не говорю, что это действительно так, но может быть, это говорит о его возможной ориентации на одобрение, оценке и реанцию других людей. Чему он мог научиться, к сожалению, только у вас. То есть, если вы очень часто используете одобрение в своем взаимодействии с малышом. Если очень часто вы с ребенком используете, да, мне нравится, да, ты молодец и так далее, то вот так хорошо и так далее и вот тому подобное. Ну, нет ничего удивительного, что ребенок пытается ориентироваться на эту самую оценку. И здесь можно говорить только о том, чтобы вам уже менять свой подход и вместо того, например, чтобы говорить хорошо или плохо, исходить, например, из вреда ребенку. Да, то есть, если говорить, ну вот смотри, смотри, что ты, например, сделал, да, что ты сделал. Ты, грубо говоря, да, там, ну что-то сломал или еще какая-то история, да, то есть, ну вот что-то такое. Ну, ну хорошо, хорошо, ты сломал, как бы, что из этого получилось, да, что получилось. Ты сломал, значит, ну, какую-то вещь, например, или игрушку, или кто-то еще. Вот, мы не, мы не злимся на тебя за это, да, мы не говорим, что, что ты плохо поступил, обязательно, если, если вот ты сломал игрушку. Например, мы не говорим, что ты плохо поступил, мы говорим о том, что ты таким своим поведением, да, себе навредил. То есть, вы учите своим отношением, да, к ребенку. Вы учите, стараетесь, научите его, в первую очередь, не вредить самому себе. То есть, грубо говоря, грубо говоря, отвергать все то, что может нанести вред ему. И сквозь призму этого уже, как бы, выстраивать его какую-то, ну, позицию жизненную, да. Вот, это будет, в общем и целом, такая, правильная, адекватная, взрослая, я бы даже сказал, позиция. Ну, по отношению к ребенку, вот, это будет взрослая, адекватная позиция. А учитель, учитель, он выбрал позицию другую, он выбрал, в большей степени он выбрал позицию родителя. Вот. Что не является чем-то хорошим и правильным. Именно для ребенка. То есть, я не говорю о том, да, сейчас, что это, там, не знаю, полезно и правильно, именно, может быть, для вас или полезно и правильно, там, для того, где он, значит, ну, для того, где и в каком месте он находится, ребенок, я имею в виду. Ну, вот, об этом я сейчас не говорю. Вот, я говорю именно о том, с какой точки зрения лучше всего будет ребенком. Вот, если вы родители, а вы родители, вы ближе к нему находитесь, да. А если вы все вот это, вот, сможете, ага, до него нести, да, ну, до ребенка, то я полагаю, что проблем будет гораздо меньше. Вот. И у вас, соответственно, будет гораздо меньше поводов беспокоиться за него и у ребенка будет гораздо меньше оснований расстраиваться. И расстраивается ребенок, потому что не смог добиться одобрения, одобрения взрослого. И, скорее всего, это одобрение вашего. Учитель для него вряд ли, вряд ли имеет такое большое значение. Вот. Вряд ли. Родители имеют, имеют огромное значение. Сейчас ему уже, вашему малышу уже сколько-то, 7 лет, да? Вот. Да, да. 7 лет. Это значит, что он пытается таким образом вашего одобрения добиться. А учитель, это он, возможно, транслирует ту идею, которую вы ему менее явно не обязательно специально внушили. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.